если вам пытаются сдать вот такую работу по дымоходу не принимайте всем приветствую друзья Михайлов вы на моем канале Коминбай сейчас находимся на очередном объекте расскажу пару монтальных моментов с которыми вы можете столкнуться с которыми мы сталкиваемся повседневно и как мы решаем здесь деревянный дом дом который используется как дача люди сюда приезжают они непостоянно здесь живут и у заказчика стоял выбор между печкой пламень терна либо пламень франклин я настоял о том что мы все-таки терну поставили потому что дом небольшой здесь буквально 30 квадратов там еще как-то там 60 квадратов площадь соседней комнаты поэтому не думайте о том когда вы покупаете большую печку что вы будете получать удовольствие когда печка сильная мощная у нее надо больше дробь для того чтобы элементарно даже прогреть это вот стекло вы в итоге будете использовать на минимальной мощности и стекло будет у вас постоянно коптится печки даже для этой площади это печка большеватая но если мы возьмем то что здесь еще есть второй этаж если мы возьмем то что здесь дверь открывается там сам узел стоит и все это будет уходить тепло куда-то далеко из этой комнаты все будет окей все будет супер а здесь самая угловая точка то есть прогрев у нас будет идти вот так это очень важно второй из вариантов было еще поставить на эту стенку печку но когда приехал сказал что это не лучше хотя нет для монтажа реально эту стена она была лучше я сейчас говорю вот про эту стену потому что здесь просто выходим фронтальную стенку мы вышли поставили опорную площадку тепленый дымоход и пошли спокойно вверх это мне проще но лучшее место это вон то поэтому я про то место буду рассказывать печь чугунная печень и стальная внутри у нее нет ни шамотного никакого обрамления ни керамических вставок нет то есть чугун от огня вот огонь до тепло отдается тепло наружную стенку здесь двойная стенка и передается сама на что вы понимали чугун нагревается ориентировочно до градусов 200-300 градусов до нормальной температуры чугуна поэтому с нашей стороны что мы должны сделать мы должны сделать безопасный угол и здесь есть несколько вариантов первый вариант это поставить профиля ставится профиля и ну когда брус оседает еще то надо ставить подвижные профиля там через зазоры и технические особенности есть и здесь брус уже на 6 лет стоит со слов заказчика то есть он уже просил но все равно могут какие-то быть подвижки мы сделаем немножко по-другому на одном из объектов я делал заказчику это снова же идея была заказчика сделать каркас каркас из профильной трубы и каркас стоит сам по себе и мы уже делаем сам каркас и мы не привязываемся к этой стене не к этой серии не к этой стене очень удобный вариант возьмите себе на вооружение монтажники может туда так делать но не делится этими секретами но пока потребителю это будет удобно потому что уровень и ловить это не дай бог плюс зазоры делать плавающий каркас делать это ну довольно трудоемкий процесс и занимает очень много времени и здесь делаем зашьем каркасом будем использовать минирит минирит будем использовать два слоя сделаем безопасно единственно что здесь подоконник играет очень близко находится где-то 25 сантиметров мы его тоже закроем потому что если честно я не знаю как он себя поведет не знаю может его повезти не может я без понятия а поэтому будем перестраховываться всегда можно будет минирит обрезать и если нагрев будет небольшой я на этом объект скорее всего выйду сделать температурные замеры посмотри как печка играет у меня есть на ней обзор когда они только появились года два наверно я делал это печка понравилось скажу так но по ней я буду рассказывать немножко позже скорее даже в другом видео но на данном на данном объекте мы увидите вот это расстояние она небольшое если ставить стандартные дымоходы на этих печах должны быть обязательно шиберные заслонки я даже скажу обязательно почему обязательно потому что при помощи них вы можете еще регулировать какое-то горение одна из проблем с которой сталкиваются продавцы а вернее потребители потому что продавцы они ставят сюда вот шиберную заслонку шиберная заслонка либо угол 90 который удлиняет расстояние здесь может удлинить и может вот в этой плоскости удлинить и я сушил голову как сделать так чтобы сэкономить на двух расстояниях сократить вот этот участок и сократить вот этот слава богу у меня есть возможность я работаю с одним из производителей который может делать эксклюзивные вещи вот это угол 45 градусов обратите внимание что он идет сегменты и в него сразу же верно заслонку мы поставим ему убиваем сразу двух зайцев это очень круто это очень важно и я на своих объектах вот когда буду заниматься монтажом именно именно монтажом не продажи потому что в продажу такие шибера у меня не поступают это чисто эксклюзив который я делаю под себя поэтому если вы это видите видео и находится в республике беларусь либо на территории российской федерации украины я их отдельно не продаю я вам показываю как вы можете делать поэтому напрягайте производители которые находятся у вас там рядом с которыми вы работаете потому что бывает такое мне звонят покупают дымоходе это отдельно и какой-нибудь эксклюзив который я показываю видео потом пытается у меня его получить нет даже не звоните я делаю только под свои объекты и с производителем дымоходов которыми я работаю потому что у меня ставят такие же условия дмитрий ты хочешь эксклюзив возьми у нас дымоход и я беру дымоход я вынужден поэтому здесь не то что мне жалко для вас не просто производитель ставит такие рамки это нормально потому что этот эксклюзив он очень трудоемкий и все а дальше мы войдем в стенку будет вот так будет классно здесь зашил но я вам об этом уже покажу в конце видео у этой пламени если вот решили ее брать как верхнее подключение у нее есть одна особенность я вам ее сделаю ссылку покажу у нее подключение идет вот так вот через вверх представится специально такой переходник который сразу выходит вертикаль вот это вот расстояние вы тогда еще увеличиваете об этом тоже не надо забывать потому что у меня был объект где человек купил эту печку и захотел поднять домоход он с учетом того что он пойдет вверх когда мы ее поставили здесь еще добавилось это сантиметров 15 плюс еще печь где-то 25 там уровень 30 сантиметров помню его расстояние было ему это очень не понравилось и в итоге мы сняли этот патрубок верхние мы отказались от верхнего подключения подключили ее сзади ну тогда вот вот классно не я сторонник за не нравится заднее подключение хотя для разгона как снятие тепла с трубы до через верхний дымоход конечно вы тепла еще получите больше но не должны забывать что дымоход предназначен не для обогрева а для выхода дыма можете писать комментарии как вы к этому относитесь за какое подключение за верхнее либо за заднее будет довольно интересно сейчас вам покажу один вариант про который он говорил вот каркас сваренный с профиля 25 на 40 и дальнейшем мы обшиваем минеритом вот этот минерит часть которая будет у нас ближе к стене еще будет одна лицевая вот здесь то есть между минеритом еще будет воздушная подушка для того чтобы тепло не передавалось от материала к материалу моем совет если вы делаете таким вот образом доставлять какой-то зазор не делайте сплошной потому что минерит очень хорошо тоже передает тепло не надо об этом забывать я говорю сейчас именно оригинальной минерите не про фламовскую панель потому что фламовская панель она сейчас немножко другая стала не знаю как она ведет потому что новая поставка который крайне мере беларусь она отличается по цвету отличается поэтому за нее сейчас говорить не буду я говорю именно про панель из минерита финский именно материал мы его просто поставим этот столик и он будет стоять а в дальнейшем уже если даже брус как-то будет оседать нам это никак не грозит может быть я такие каркасики кстати думаю сейчас я поставлю на этом объекте тоже 2 где ставлю такие каркасы может быть я даже я закажу чтобы они у меня были в наличии но это на будущее если вам пытаются сдать такую работу по дымоходу не принимайте вы видите что здесь не хватает еще половинки поэтому я приехал сюда на второй день мне не понравилась эта работа я приехал чтобы наставить половинку не принимайте аргументы если вам строители говорят все будет работать да может работать но зимой есть вероятность того что будет нестабильная тяга это нормально и даже сейчас на этом объекте заказчик один раз протопил печку без меня и у него были где-то перебои с давлением в конце именно рожек уже в конце когда огонь затухал у него какая-то часть дыма пошла вовнутрь здесь рядом лес и плюс ветер мог поменяться если вы возьмете по скату по дальнему да видите какой скат длинный ветер дует 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 и потом начинает задувать вовнутрь дымохода то есть он двигается таким вот образом и сбивает тягу и в итоге может включаться обратка поэтому обязательно придерживайтесь строительных нормов как бы вам тяжело не было и если вы берете объект я сейчас строителям обращаюсь и выезжаете где-то далеко потому что я по себе сужу бывает там 100 150 километров 200 от минска выезжая я с собой привезу еще элементы потому что размеры которые дают заказчики они не всегда действительно поэтому если там половинку метровый лучше взять метровый участок трубы обрезать ее на месте поставить чем такой километраж накручивать чтобы возвратиться на объект я именно тот монтажник дымоходов и продавец дымоходов которые сторонник приставных дымоходов почему я сторонник приставных дымоходов потому что обслуживание находится все снаружи вся грязь которая будет она будет снаружи а весь конденсат который будет стекать он будет снаружи плюс вам не надо резать несколько этажей вам не надо резать кровью, при которой возможны какие-то проблемы в процессе эксплуатации. Может, через 10 лет, может, через 15. Не знаю. Поэтому у меня часто спрашивают Дмитрий, какой лучший дымоход? Для меня лучше представной дымоход. Хотя я знаю в первую очередь продавцов. Не монтажников, а продавцов, которые любят насадные дымоходы. Потому что с одним дымоходом получается картинка. Ее легче, вернее, сделать. Не то, что нам получается, а ее легче сделать. А есть люди, которые не хотят насадной дымоходу. Нам только представной. Уберите. Мы не хотим трубу, чтобы было три помещения. Поэтому мой вам совет. Ставьте представные дымоходы. Мы здесь поставили разгрузочную площадку. Мы здесь установили косыночки. Мы врезались в брус, чтобы выставить по уровню. И если у вас есть возможность, берите эти косынки, консоли из нержавеющей стали. В результате чего у вас здесь не появится ржавчина. Если вы возьмете просто черный металл и покрытый термокраской. Я не говорю про полимерку. Полимерка тоже есть свои особенности. Я говорю именно черный. Это вы там можете прогрунтовать, еще что-то делать. Все равно появится ржавчина. Со временем. Дело времени. Поэтому нержавейка, да, она дороже. Да, эти консоли. Да, консоли эти дороже, но они эффективнее. Обязательно здесь установили разделительную пластину, которая служит, во-первых, разделяет дымоход между сборником конденсата. Вот это сборник конденсата, который съемный. Это сборник конденсата, который вы сняли. И сможете прочистить весь дымоход. Снизу вверх. И нагрузка вся идет именно на вот эту вот площадочку. Не давит вот этот сегмент. Это очень важно. И мы поставили экран, сделали противопожарный узел, который используем мини-рит, каменная вата. Вы на моих обзорах могли этого увидеть. И отверстие, которое вот здесь вот остается, все равно остаются какие-то зазоры, там 4-5 миллиметров. А может быть и больше, если вы сместитесь в одну сторону. Поэтому мы ставим юбки. Юбки, косынки, кольца уплотнения. Называйте, как и хотите, но вот они выглядят примерно вот так. И тройник. Здесь тройник под 87 градусов. Все. Дымоход отдельно, а печка отдельно. Вы можете спросить у меня, вы видели в начале видео, когда я стоял за другой точкой, что у меня стоит грибок. Да, он у меня стоит. Никаких вопросов нет. Они запрещены в Республике Беларусь. И если бы приходили пожарники проверять, я бы его снял с точки зрения пожарной эксплуатации. С точки зрения надежности, это не постоянное отопление, это дополнительно, ну, будет там раз 20-30 в год он топится. Остальное время, то есть зимой сюда скорее всего не будут приезжать. Это дача. Поэтому, если вы используете как постоянное отопление дома, то грибок этот убирайте, он вам не нужен. А если кратковременно, говорю, 20-30 раз в год, хуже от него не будет. Но единственное, что мой совет поставить тогда грибки повыше. Если постоянно эксплуатируетесь, грибок не ставьте, он не нужен. Если кратковременная нагрузка, вот именно приставной дымоход можете ставить, но с определенными ограничениями. При установке печи мы столкнулись с рядом проблем. Одна из проблем была в следующем. В начале видео я вам сказал, что печку как максимально сдвинуть к стене, вот в этот угол. И мы на ось немножко не выходили. То есть, когда мы сдвигали ее в эту точку, мы попадали близко к этому углу. А этот угол здесь нигде перевязки нет. То есть, бревна просто сложены один на один и ничем не закреплены между собой. И что произошло бы в дальнейшем? Если мы врезались бы вот в этот угол, технически, с точки зрения пожарной безопасности, нам это позволяло. Но бревна, они могли бы немножко вот эта сторона скоситься вниз. Поэтому мы не стали рисковать, и мы все-таки немножко печку выдвинули, чтобы выйти по центру. И вот этот узел, заказчик уже полил в эту печку, затапливал. Мы сделаем обзор, я вернее сделаю обзор по ней, покажу вам, как это все выглядит, как это работает. Обязательно должен быть притопочный риск. Вот по поводу вот этих вот оснований, можно много очень разговаривать, но вот мой вам совет с точки зрения практики, моей практики, идеально, когда здесь угол сделан из плитки. Вот когда плитка положена, вот так. Это вариант, это вариант, который быстро позволяет смонтировать печку, смонтировать дымоход, установить ее и безопасно. Под низом здесь стоит слой минерита. И по пожарной безопасности, если мы будем рассматривать отопительные печки, от низа печи до пола должно быть 10 см. Потому что есть печки, встречаются печки, у которых не выдерживается этот размер. Поэтому надо изолировать. Здесь эту печку можно было на стекло тоже ставить, эту печку можно ставить было на листье черную. На все, что хотите. Даже на минерит, но если чисто в варианте минерит поставить, он мог поломаться. Печка, вес у нее в районе 160 кг, если я не ошибаюсь. Ну, обзор я сделаю по ней позже, еще раз повторяю. И она при монтаже, вы двигаете печку вперед-назад, влево-вправо. Этот минерит можно было просто поломать. Поэтому помимо минерита мы устанавливаем еще лист металла. В данном варианте это лист из нержавеющей стали. Проблемный узел это вот этот подоконник. Я сделаю замеры по нему, какую температуру передают. Потому что здесь в районе 30 сантиметров. И мы решили с заказчиком, что давай вырежем лист минерита, все-таки, чтобы подоконник обезопасить. Да, единственное, шторки. Тоже посмотрим, как они будут. Но решили их задвинуть вон туда. Да, красиво. И бывает, что не заказчики, а именно хозяйки дома не против. Ну, потому что гардины вот эти, они придают красоту. И, ну, посмотрим сейчас в процессе эксплуатации, как это все будет. Надеюсь, что будет безопасно. Потому что безопасность здесь на первом месте. Потому что шторки могут просто упасть на печку за счет ветра и могут воспламениться. Поэтому ни в коем случае. Но здесь положили заменерит. Может быть, закрепили. Я даже не знаю. Ну, пока что это выглядит красиво. Но задача, которая стояла передо мной, чтобы подоконник не плавился. Потому что я не знаю, какая температура будет. Мы сделаем. Всегда можно вот этот узел обрезать. И сейчас я вам покажу еще один момент. Вот так это выглядит все за печкой. У нас брус. Здесь у нас базальт. Это реально перестраховка просто огромная. Потом у нас каркас, который я вам показывал вначале. Каркас двух сторон обшит мини-ритом. Здесь температура будет такая, как температура. В помещении. Ни больше, ни меньше. Просто супер. Вот это безопасный вариант. И скажу так. Я эти каркасы буду применять сейчас на своих объектах. Потому что они зарекомендовали себя просто, ну, с точки зрения монтажа. С точки зрения скорости монтажа. Просто замечательно. Конечно, мы установили шиберную заслонку, благодаря которой мы смогли выиграть расстояние отступа от стены. То есть мы не выдвинулись вперед, а мы немножко прижались. А вот если добавить еще шиберную заслонку, то пришлось бы выиграться. Еще у кого есть выходы на производители, в том числе и у меня, я иногда делаю шиберную заслонку в метровой трубе. Но в этом случае вы должны знать расстояние идеально от трубы до тройника. И если сделать, я просто попадал один раз, где была погрешность, и у нас шиберную заслонку, когда вы делаете, вы не сможете ее подрезать. Вы не сможете трубу уменьшить. И я попадал в такую ситуацию, поэтому я от этой практики отказался. Делаю все-таки отдельно. Либо шибер отдельно, либо труба отдельно. Все, два сегмента. Мы здесь и сделали именно угол 45 градусов поставили. Все, надеюсь, это видео было вам полезно. С вами был Дмитрий Михайлов. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь и заходите в Инстаграм, потому что там вы увидите больше фотографий. Но и своим каким-то опытом я буду с вами делиться, потому что смотрю, людям нравится, когда делишься каким-то секретами. Постепенно, не спеша. Да, чтобы у вас все-таки интерес какой-то был к моему каналу. Всем хорошего настроения. До новых встреч. С вами был Дмитрий Михайлов. Коммен бай. Пока.